или какой напиток брать я кстати хотела заказать тот который с крем соды что то что мне нравится грузинский ничего страшно побежь тархунь а мы сейчас поедем кататься катя приготовила нам бутербродов черный хлеб колбаска и укроп вкусно до 1 тебе один не до ночи всю дорогу пить будешь конечно я тут целый выпить прям точно я немножко еще недоволен ru-tube писал обращение вот можете обратить внимание 16 сентября и в течение 6 дней они обещали ответить но в итоге не ответили надеюсь модераторы сейчас смотрят это видео и предпримут какие-то шаги дело в том что на ru-tube как-то неправильно идет сортировка видосов я загрузил 2 и выставим время но в итоге они вышли неправильно в итоге я просвал трафик на одном из видосов да понятно там его не очень много но тем не менее все мы сейчас катюшка поедем кататься заедем сдэк мне кое-что приехал для гу прошки и потом в онлайн трейд нет он проводочек и средства засоров беднюшка все выхожу у катюни стратегии давай тачку подвигай чтобы никто не встал вот а потом мы когда приедем будем бороться за места чтобы я наоборот вперед потом отъехал так ты серьезно ну давай ладно хочешь чтобы здесь промежуток получился но вы только не думайте что такие козлы тут с местами вообще большие проблемы все нормально вырубаем я тебе стульчак подвинула да я сейчас еще хочу чуть-чуть назад все нужно ехать кататься знаешь что я тут подумал касаемо хукета мы все-таки поедем тут все-таки кусачек есть еще такие дебилы которые стоят на пол пешеходника им пофиг реально кто-то может стать но вообще официально здесь не хватает места для машины надеюсь мы приедем ты подвинешься я встану не думайте что катя жучка такая но правда тут тяжело очень тяжело и люди разные прям встают на пешеходник им вообще на плевать как говорится хочешь жить умей вертеться ну че здесь поделаешь я касаемо хукет хотел сказать если мы все-таки решимся то надо будет обязательно все процедуры связанные с зубами пройти чистку сделать там тебе вот эту правильную посмотреть надо один зуб вылечить там-то это пипец дорого да я и боюсь я туда не пойду нет я понимаю что медицина хорошая но я переживаю зубы там лечить просто мне вот страшно не знаю какой бейсбол вдруг они и я доделаю все-таки этот документ иначе билет на завтра записалась я уже заплатила эту госпошлину на завтра на 2 часа дня в зеленограде пойду поеду подавать оригинал документов отлично еще надо мне мои права найти фигня в том что из-за того что у меня прописка не это возможно в течение трех месяцев будет готовить его дону эту методу никуда не если по прописке то месяц до месяца если не по прописке до трех месяцев обычно делают быстрее чем три месяца посмотрим надеюсь быстро по поводу прав я международные дело в том что у меня в кабинете лежит мой загранпаспорт и под ним лежали права я всегда думал что это мои оказалось это вообще понятия не имею сто процентов я тебе говорю я прям думал что там мои документы поэтому надо будет полазить по ящикам может где-то у тебя лежат где-то мы с тобой ну там типа вот твой загран вот твои права и я перепутал забрал твои вот мои где-то лежат и плачут где мой где мой загранник у меня папка же есть всеми документами там загранник лежит с на прошлой и возможно там права твои на посмотреть обязательно посмотрю забрал посылочки вздеки первое это у нас фонарик такой же как у тебя вопрос мне тот сильно нравится который у меня дешевский но единственное есть проблема вот этот gopro на защищен полностью от воды тот нет поэтому если вдруг условно видим что на пукете тучи его можно нацепить и если его зальет ему ничего не будет ну там темнеет 6 30 помню вечером я возьму и просто тот ну короче вам не буду разбирать такой если можно вопрос задать помнишь у меня же такой же фонарик как ты сказал я вот этот фильтр световой фильтр я его потеряла возможно осталось брянске скорее всего вот у меня на руках его нет как без этого фильтра в глаза бьет я могу взять если мы на пукет полетим у меня нет свой просто снимать как-то не можно что-то придумать я чуть-чуть я придумаю это второе это у меня сейчас покажу блин нож у тебя вообще фигня полная не режет я тебе говорила короче чехоль для гуфрошки нормальный не тот который у меня весь пока цены вот такой пластиковый фрейм ничего не нужно мне тут крутить вертеть сверху есть возможность установить фонарик или какой-то любой другой аксессуар на холодный башмак и защитные стеклышки я конечно же не буду лепить нет на хрень вот но сам фрейм клёвый стоит тысячи рублей идеально отсюда ветрозащиту подкладываешь и вот сюда и все и пользуешься потому что если использовать медиа модуль опять же когда льет дождь и ты понимаешь что с ним будет ну как бы штатные вот эти микрофончики им пофигу заливай хоть заливайся вот так что я их две заказал во всякий случай опять же я человек который все по 2 заказывает ну и я буду на пакетин его крышку снимать скорее всего мне тоже понадобится да сейчас уже довольно таки темно на улице поэтому решил попробовать фонарик это минимальная мощность мне кажется довольно таки прикольно он светит вот это уже средний а вот мое лицо ну не на среднем прям что-то перебор чё я убрать ну возьми какую-нибудь салфеточку смахни его он тебя не укусит черт ну чё ты боишься так не ну мощная штука мощная мне нравится и он очень маленький главное вот эту пипку сверху шляпку не потерять то что без нее сейчас я сниму о господи меня просто ослепляет но его по картинке видите это невозможно теперь у меня зайчики в глазах ой божечки а это самый мощный режим не на прикольно прикольно такой малышу чека светит конечно дай боже забрал я средства от за 40 вообще рекомендую классная если вдруг у вас у меня женщина с длинными волосами и постоянно забивается все на свете и от поможет ну и два кобелёчка такие ну ты поняла как выплатили 18 метра две штучки все давай бутерброд свой вкусненький ой спасибо почему такой маленький мне казалось он больше там еще есть такой вкусно сочетание вообще бомбезно от них хоть я полтора уже смела красота лимонадик делюсь чем мы будем есть на ужин данные к неделе домашнюю буду макароны клетки в основу макдональдс последнее время едим в теремочке в теремке не были месяца два до постоянно там еди не зашла сделала мне котлет вот ты вообще не снимай меня близко вообще все я в шоке это такая милита на самом деле я просто провоцировал тебя и угорал а не угораю я знаешь от чего катей сказать от бата все правильно бляха-муха я чё-то правда застрял в прошлых ценах и офигел что вы сейчас ну типа 100 бат от 300 рублей жесть полная если у нас жилье если мы выберем за 45 тысяч бат умножаем на три представляешь цены-то какие а а байк 7000 бат это 21000 рублей за один только за два это уже 42 капец не этот он не обижается я же просто не правдоподобно ну я же сейчас сказал это неправда мы находимся глубокой пробки на мкаде и тут сидели вспоминали всякие разные истории прикольные с таиланда когда мы с тобой катались игры у меня прям яркое воспоминание многие кто был на пхукете знают что там часто полицейские устраивают облавы где ловят наших всяких пьяных туристов которые без шлема катаются и самый яркий персонаж мы потом ухахатывались катю не это когда тайка на вот таких каблах без шлема зарулила одной рукой во вторую него был телефон ну то есть она ну прям максимально просто штрафу и не хочу в итоге она остановилась сделала сэлфи с копом и похихикали по хихикали и поехала дальше и рядом просто толпе наших туристов там иностранных в том числе без шлемов без всего стоят там типа мнутся чё-то а тайцы просто вперед вот эти семьи где три-четыре ребенка на скупе еще двое взрослых как-то они там умещаются все без шлемов тоже там и с кокосами с какими-то пакетами и ну нормально всех отпускают это между прочим немножко расизм я хочу посыл в том что ты самую главную мысль не сказал что вся толпа наших туристов которые без шлема стоит рядом и всех штрафов а все вот эти семьи которые тайские там по 5 по 7 человек на байке без шлема без всего они приезжают мимо их вообще не там вообще просто наплевать и еще мы обсуждали тему касаемо валют сейчас конечно пипец я конечно чуть ранее по моему об этом говорил что ну живу прошлом и неправильно посчитал там типа 300 тысяч бат сейчас то вообще один к трем а мы с тобой когда жили это офигевали сколько до 250 до поднимался на 324 когда приехали было что 2 и 2 а потом до 2 и 5 практически или 27 или 25 я уже точно не помню это мы офигевали а сейчас блин ну считай 100 бат 300 рублей жизнь то есть тайский массаж раньше-то платила 300 300 бат по моему на 300 бат это было 700 рублей а сейчас уже все цены улетели наверх я очень хочу верить то что немножечко хотя бы он снизится момент когда мы туда приедем хотя бы до 27 да ну все зависит от крепости нашей валюты национальный нет не давай но хрен его знает что-то я пока сомневаюсь главное чтобы к четырем он не подлетел в сезон а то это вообще просто не поездка будет не знаю будем с тобой питаться треугольничками 711 кататься на одном скупе на двоих ну вот если только то и жить в общаге тайской вместе с тайцами вместе с ними собирайте этот сок с деревьев и кокоса срывать кокоса срывают бананами питаться и треугольничками или будем с тобой вот на горе обезьян сидеть тоже как обезьяна чтобы нам накидали еду вы не тратились только если так делать реально боюсь то что ладно главное чтобы не поднялся хотя мне цены действительно ребята это просто жесть полная вот условно сколько на 25 тысяч бат платили в прошлый раз за жилье и как только мы туда приехали блин курс вообще офигенный был у нас пересчете на рубли было 62 тысячи потом это все поднималась 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 а сейчас умножаем на 3 пипец цены вот за ту комнатушку как снять квартиру однушку москве ну надо будет что-то делать что-то думать но опять же что тут думать на просто день накопить и все сразу оплатить жилье на весь период пребывания чтобы вообще об этом не думать соответственно билеты у нас будут куплены туда обратно и как бы байки мы уже на месте купим но опять же я читая не по моему рассказывал то что 14000 бат умножаешь на 3 это уже конечно ценник вообще мне кажется мы с тобой когда брали байки нам делали скидку за счет того что мы говорили что мы на три или четыре месяца точно еще будем снимать а так как мы попросим всего на месяц ну полтора полтора и не уверена что нам прям такую скидку сделать это будет нам еще дороже я попробую к той же тетки прийти сказать что может быть даже один с ними ну потому что ну с такими ценами это прям пипец я пока буду работать ты будешь кататься а потом если один на двоих то не больше клика ну клик мне нормально писи все ездили клик он такой же как писи x такой же мотор то он просто настроен немножко иначе поэтому мне вообще без разницы на чем кататься клик он на двоих комфортно и тебе и нет если я одна за счет купе маловат он еще немножко квадратненький но я сначала думала что больше чем с купе я не потяну но клик не зашел очень даже хорошо мне нравится да он классный тем более вот обновленные которые диодные эти фары мой черный золотыми вставками на прикольный так что будем думать ты мне скажи сколько на ночь тут торчать жизнь блин вообще на уходе стоим бы так и спросить на меня вылетел из головы как обычно что хотела спросить память 8 бит как у дэнди хочу дори из мультика блин что-то про байки я хотела спросить а нет не про байки я хотела спросить про вот это ограничение 300 тысяч бат на въезд а типа подтвердить свою финансовую да да точно это для всех будет или для какого-то определенного срока типа если больше там чем четыре месяца допустим может быть это на визы долгосрочные 90 дней такое надо ну ты короче не читал новой информации но ее не было новый ну то есть это как бы был вброс но не официальный пока дальше вот этого сброса новостей не был ты еще на не говорил про загранник то что у меня был загранник но он был с прошлой фамилии мне нужно делать срочно новый с новой фамилии вот и он будет готов где-то как раз через месяц и 10 дней андрей хотел взять заранее билеты потому что они сейчас дешевле они подорожают скорее всего отдельно себе билеты отдельно мне билет он не сможет взять скорее всего потому что ну есть шанс я улечу на одном рисе другом это не прикольно поэтому будем брать билеты через тем более так у коня рот раскроешь не будешь пускать не поймешь куда мне тут идти ты вообще даешь я чё без тебя как справлялась но я конечно на пакет не летал в сочи ну это разное внутренние рейсы международные я же постоянно тебя нам туда нам туда ты только идешь это известный факт когда девушка находится со своим мужем она немножечко становится куконий так у любой девушки типа когда мы без вас мы такие килограммы таскаем такие бочки можем таскать а когда рядом мужчин а дело не про таскание говорю про все вообще все моменты типа я я тебе даю лимонад открыть хотя без тебя я прекрасно ему открою да я вижу как касаемо ланы я не про лимонад а про навигацию для всегда автоцик всегда ты не в ту сторону просто постоянно вот сто раз уже прошлись все равно ты блин надо направо ты на мой путь займет по т.ц до кого-то магазина с тобой одну минуту без тебя пять минут на их все равно доберусь не пропаду же катеха моментом отнесла кое-что забыла заехали в медведково поля лякали с мамой купили себе кефирчик у булочек уже тут поели и сейчас поедем домой такой влог не выходя из машины блин что называется сегодня приедут тебе шапки катюхи тут новый заказ привалил монка стоит ждет наверно когда же уже поедете на держи камеру очень прикольно потому что ты только до немножко так за переживала где заказы где заказы и тут тебе написали то что надо шапочки фоткать хорошие денежки так что классно у меня есть съемки но они все на конец октября ну две съемки на конец октября 5 детей фотографировать на празднике вот но не хотелось как бы еще и в октябре поработать ну понятно среди них понятно вот а мне сегодня пришлют и как раз мне просто мама приезжает завтра ближе к ночи и до воскресенья она будет у нас поэтому я с ней проведу время несмотря на то что заказ мне сказали прям срочно-срочно ничего два-три дня я снова буду она уедет и сразу снимаю я надеюсь вы это обязательно проговорите вдруг он ждет чуть ли не завтра я завтра и физически не смогла даже если начала это время сегодня вся ночь впереди конечно же шишки не еще детский на то там осталось где 15 штучек надо там всего получается было полторы тысячи фотографий осталось на 1200 но это ты лихо я тебе уже говорил конечно такие объемы то есть я сначала на линейке два разных класса фотографировала потом на празднике еще индивиду там прям до много получилось фотографий зеленый едем до дома мы будем ехать по платке полная задница что сюда мы ехали да вообще все плохо мы не успеем ну тебя курьера во сколько в 10 же при он сказал 9 30 отправит а где стену поэтому рекомендую по платке ехать у тебя же подключена оплата если что до подключена но здесь разница в 10 минут я не верю в разницу в 10 минут потому что у нас там начинается копиться ближе к десяти